Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир» и руководитель частного музея Владислав Брусник из станицы Благовещенской откликнулись на просьбы и привезли в поселок свои экспонаты. На выставке представлены личные вещи, форма солдат и оружия времен Великой Отечественной войны. На открытие пришли школьники и почетные гости. Моя большая просьба всегда, когда присутствуют на таких мероприятиях, очень внимательно слушайте это все. Упитывайте каждое слово, потому что пройдет еще немножко времени, и мы сможем это прочитать только в книжках. Ученики начальной школы с любопытством рассматривали экспонаты, некоторые даже в руках подержали. Мальчишки толпились у интерактивной площадки, разбирали и собирали автомат Калашникова. Других интересовали видеоролики о войне. Хочется, чтобы детки и подростки, проживающие в нашем округе, могли в полной мере ощутить, насколько это были интересные исторические события путем вот такой вот небольшой исторической реконструкции, которую мы организовали сегодня. Организаторам выставки глава округа вручил благодарности. А наобчане никогда не забудут о подвиге тех, кто прошел через все тяготы военного времени. Какие суровые сражения шли в годы войны, знают и дети. Война началась в 1941-м, а закончилась в 1945-м. Мой дедушка там воевал, его звали Олег Степанович. У него было две золотых медали. Я знаю, что убивали очень-очень много человек, тушили их, стреляли в них. И мы все-таки победили, потому что мы были очень-очень сильные, и мы смогли это сделать. Война – это очень страшно. Это как ад. Это вот просто, не знаю, люди погибают, много людей погибло. Вот очень мало людей, которые остались после войны сейчас в живых. Цена победы была высока. Чем больше все будут знать о войне, тем больше будут ценить мирную жизнь, уважать память павших и благодарить поколение людей, победивших врага и освободивших наши земли. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа. Регион.